Выглядит DevOps, там показали видосик, а мы сейчас будем делать это, в общем-то. Там вкратце опять про DevOps-модель, потом я расскажу про AWS, про Docker, про CloudFormation, потом узнаете, что это такое, если не знаете, и потом попробуем что-то сделать. Вот. Надеюсь, получится. Вот. Так, я DevOps и пишу код в DataArte, там специализируюсь не только по AWS, еще по GCP. Уже этим занимаюсь больше шести лет, вот как-то так, вкратце. Теперь вот DevOps-модель, да, говорили, что у нас вот есть вот такой прекрасный пейпланчик. Справа это часть, которая занимается инфраструктурная часть, слева это девелоперская. В каждом процессе в этом участвует DevOps. Как говорили, есть свой репозиторий, там пишется код, создаются на это все таски, но это все создает в итоге инфраструктуру, а не программный продукт. Вот. В общем-то, там точно так же бывают баги. На это время от времени точно так же тестируют тестировщики. На это все точно так же есть юнит-тесты. В общем-то, все то же самое, только с инфраструктурной стороны. Теперь про AWS. Это такая прекраснейшая вещь. Это один из самых древних клаудов на данный момент. В нем есть все, можно так сказать, даже больше. Все остальные клауды по большей части копируют именно его, потому что они просто-напросто выпускали все продукты раньше. То, о чем мы сегодня потыкаем, то, о чем я вам сегодня расскажу, это контейнер-сервис, это репозиторий для контейнеров, это их CI-ка, это их build-тулза, это вот их инфраструктура, не то, вот инфраструктура как код, сервис мониторинга. То есть, в общем, этот клауд обладает абсолютно всем. И если, так сказать, то, в принципе, можно обойтись только им, чтобы сделать какой-то продукт. Не обязательно пользоваться ничем в серт-пате. Так, теперь, что такое ECS? Вот сейчас популярен Kubernetes. Он есть абсолютно везде. Это штука, которая помогает менеджить контейнеры. По сути, она их умеет автоскейлить, она знает, где их запускать, где их не надо запускать и так далее. У Амазона до того, как там появился и вообще стал хайповым Kubernetes, сделали Amazon свою штуку, назвали ее ECS, контейнер-сервисы. Умеет она, она занимается тем же самым, она автоскейлит, она менеджит, оркестрирует, так называемые, контейнеры. Вот тут вы можете увидеть, как весь этот процесс происходит. Грубо говоря, у вас есть докер-имедж где-то в контейнер-регистри, например, ECS умеет оттуда вы этот имидж забирать. Он умеет его запускать либо на виртуалках, либо вот у них есть прикольная штука, этот Fargate. Это, короче, вы говорите, вот контейнер, мне его нужно запустить. То, где он запускается, это уже не ваша проблема, но это стоит очень дорого. Это стоит, наверное, раза в 4 дороже, нежели запускать это на EC2. Он там умеет и сам автоскейлиться в зависимости от ресурсов. Если у вас там в первые 10, допустим, минут вообще нет никакого трафика, то он там, ну, выделит один какой-то совершенно самый минимальный ресурс. Если там вдруг потом полетит трафик, там тысячи запросов в минуту или в секунду, он автоматически расширится. В случае с EC2 такого не будет, если вы это сами не настроите. По умолчанию он просто возьмет, там увидит, ай, у меня много запросов и упадет. Все. Так, теперь, что такое ECR? ECR – это вот, это репозиторий для докер-образов. Тут, в общем-то, ничего и не скажешь больше. Он умеет их сжимать, он умеет их там энкриптить. Плюс в том, что, почему ECR, а не, допустим, там, докер-хаб. Потому что в ECR вы можете настроить для каждых конкретных юзеров, которые у вас есть в системе, доступ к определенным, например, репозиториям. Допустим, если у вас несколько команд, они все работают в одном AWS, вы не хотите, чтобы разные команды знали о разных образах, вы можете сказать конкретно, вот там, команда A имеет к пачке таких образов доступ, команда B к таких, а вот там команда C, допустим, имеет доступ везде, либо не имеет доступа к образам в принципе. Вот. Теперь код пайплайн, это вот, есть Jenkins, наверное, все о нем знают, это там CICD-тула. Код пайплайн – это CICD-тула от Амазона. У него тут можно создавать вот такие вот стейджи, можно там забирать код из, например, например, из код-коммит, это гид-репозиторий в AWS, который есть. Можно с GitHub, можно там вообще фиг знает откуда его забирать, то есть это такой уже вопрос. Можно билдить там, можно прогонять тесты, то есть это все можно каждый конкретный степ законфигурить как угодно. Можно задеплоить в разные инварименты, можно поставить чеки, там много вещей делается. После этого вот сейчас мы говорим о вот этой стейджи, о билде. Короче, это вот картинка, которую AWS предлагает. Грубо говоря, человек developed code, код пайплайн, вот этот код может забрать, он может триггериться на, например, например, время от времени его опрашивать, репозиторий там, например, каждые пять минут, либо использовать их сервис, именуемый CloudWatch, который просто постоянно кидает запросы в GitHub, либо там со стороны GitHub можно настроить, чтобы вот появился коммит, мы пинаем CloudWatch, который в свою очередь пинает код пайплайн, который стягивает с GitHub код. Ну, то есть так можно сделать. После этого он, что он может делать? Он может триггернуть, например, AWS CodeBuild, это амазоновская штука для того, чтобы делать билды, которая возьмет ваш код, там запустит его в какой-то определенной, запустит билл в какой-то определенной среде, это может быть либо там Windows, Linux, может быть Docker, потом отправит его в ЕЦР, ЕЦР в свою очередь, а после этого вот этот вот же шкод пайплайн, после того, как отправился образ в ЕЦР, может триггернуть их Тулзовину для инфраструктуры как код, который возьмет и скажет оркестратору контейнеров, вот смотри, появился новый контейнер, запускай его. В общем-то этот процесс настраивается относительно быстро, выглядит сложно, по факту работает, вот, это главное. Вот да, код билд, он может забрать там откуда угодно, откуда вы ему скажете код, сбилдить, получить артефакт и куда-то выкинуть этот артефакт. CloudFormation это вот штука поинтереснее, это так называемая инфраструктура как код, это когда вы не просто ходите и пальцами тыкаете, чего вам надо посоздавать, это когда вы пишете, описываете кодом, как в итоге ваша инфраструктура будет выглядеть, это зачастую хранится вот в гид-репозитории. У CloudFormation есть один минус, он, его можно запускать либо локально, то есть у вас на машине, либо его можно хранить в S3, это такое хранилище объектов в Амазоне, и сказать, что вот бери шаблоны с S3. Минус в том, что вот допустим, вы ему не можете сказать, у меня вот там вот лежит, допустим, гид-хаб-репозиторий, вот там вот у меня CloudFormation, бери его оттуда, нет. Чтобы это достичь, надо поверх вот этого еще нагараживать свой так называемый костыль, например, поставить Jenkins, который будет брать, пулить код и потом запускать CloudFormation. То есть как-то так. Плюс CloudFormation в чем? Вот еще. В том, что он, у него в Амазоне есть дашборда, мы его потом посмотрим. Эту дашборду можно, ну там можно проследить список всех изменений, которые были сделаны, достаточно удобно, особенно когда хочется понять, что же произошло не так. Вот. Так, теперь про мониторинг. CloudWatch это вот амазоновская штука для мониторинга. она умеет мониторить все, то есть это может быть бэкэнд, это может быть фронтэнд, это может быть вообще какой-то амазоновский ресурс. Это вот может быть GitHub репозиторий. Он его тоже может мониторить. Потом вот эти все штуки можно коллектить, можно смотреть, там строить себе какие-то графики потом, если захотите и так далее. Так, теперь возвращаемся к базе. Docker. Вот. Что это такое? Сейчас Docker это по сути стандарт в разработке. Это когда вот у вас есть минимальный, желательно, получается не всегда, но минимальный образ с вашим кодом, который может запуститься и который будет работать. Это гораздо проще, нежели выделить, допустим, виртуалку, там в виртуалбоксе сказать, вот у меня виртуалка с Ubuntu, там либо с Debian, либо еще там неизвестно с чем. Мне вот там нужно 6 гиг оперативы, мне нужно 80 гигабайт диска. И туда полезть все ставить. Можно, конечно, и так, но это долго, это гораздо проще Docker файл написать, который там стянет тот же Ubuntu, заберет тот же ваш код, выполнит все шаги и будет в итоге весить меньше и будет использовать ровно те ресурсы, что ему нужны. А теперь вот еще немножко о CloudFormation. Есть вот подобные тузы. Допустим, популярный Terraform. Это я что с тем, что с тем работал, расскажу в чем отличие. Получается, CloudFormation, это понятно, раз это амазоновский сервис, то он больше нигде запускаться не может. Вот Terraforma может запускаться, где вы ей скажете. Что обе бесплатны, плюс CloudFormation в том, что вы, допустим, написали пачку шаблонов, вы ее где-то запустили и у вас плата за то, допустим, у вас будет плата только за ресурсы, которые вы создали, что, в общем-то, и логично. Получается, CloudFormation разрабатывается Амазоном, поддерживается Амазоном, то есть вы не можете взять и законтрибьютить, допустим, в том же GitHub'е к коду CloudFormation. Нет, это так не работает, но вот с Terraforma вы так можете сделать. Terraforma бесплатная, зачастую она летит вперед CloudFormation, потому что у Амазона хоть и много инженеров, но они все не успевают develop'ить CloudFormation. и зачастую есть вещи те, которые можно сделать с помощью Terraform, но нельзя с помощью CloudFormation. Вот. А так в целом, ну, тут тут видно еще вот интересная интересная тема. Terraform использует Амазоновское API, CloudFormation использует какое-то внутреннее Амазоновское API, скорее всего, и этот, поэтому они слегка вот так вот разнятся. Получается, так, что еще? Ну, вот теперь давайте, давайте, наконец, к самому интересному. Допустим, представим, что мы девопсы, да? Пришел нам реквайрмент. Вот у нас додевелопили приложение, надо его запустить. Все просто. Вот, например, сейчас мы давайте сделаем слегка побольше, чтобы было всем видно. Давайте, давайте здесь нормально. Так, о, вот, взять, например, это, как бы, Ruby-приложение, это максимально, максимально простое, это, грубо говоря, приложение для кэша. Там есть три endpoint, и оно работает с Redis, и записывает данные, достает, либо там очищает их. То есть, максимально просто, поступила задача вот такую штуку задеплоить. У нас есть девелоперский докер-файл. Тут, опять же, все просто, есть у нас какой-то, берется этот образ Ruby, устанавливаются библиотеки, копируются коды, говорят, что вот если будете запускать, то будет запускаться вот это. хорошо. Как он коннектится к Redis? Скорее всего, есть какой-то конфигурационный файл, либо там какие-то environment переменные, то есть, каким-то образом-то нам до Redis достучаться надо. Здесь мы можем увидеть, что Redis устанавливается локально для девелоперского докер-файла, что, в общем-то, ну окей, так сделали. Давайте попробуем его сбилдить. Для этого, почему же терминал-то такой маленький? Команда для билда выглядит максимально просто. Допустим, докер-файл, все равно плохо видно. Ну ладно. Презентейшн. Ну, короче, вот. Докер-билд, да, то есть нам надо его сбилдить, что, в общем-то, понятно. У нас надо указать докер-файл, который в данном случае это девелоп докер-файл. Как его называть, это уже кому как взбредет в голову, мне проще лично так называть, допустим, окружение точка докер-файл. А там уже люди изворачиваются как им угодно. Так, нам надо сказать имя. Допустим, это у нас называется вот simple cache service. Вот. Ну, и дадим ему тех latest, так как типа последняя версия. Говорим билдить вот в этой директории, да, и в итоге вот эту штуку мы выполняем. она там сейчас себе поделает все, что ей надо. Потом мы проверим, потому что работает ли оно вообще, потому что бывает девелоперы код пишут, но не всегда он работает. О, окей, надо запустить докер. Это все, конечно, хорошо, но когда не... А? Не, ну а как? Запускаем докер. Сейчас надо подождать, пока он врубится, и тогда это можно будет сделать. Вот, видите, уже сразу наступаем на первые грабли. Так, еще для тестов вот есть такая прекрасная тузовина, называется Postman. Сейчас она откроется. Это тут Postman. давай. Так, все еще запускается. Запускается. Вот минус в том, что оно все... Можно, конечно, написать код, вы его напишите достаточно быстро. Оно все, конечно, четко сбилдится, но пока оно запустится, это надо будет подождать. Так, вот у нас есть Postman. Эта штука позволяет нам, грубо говоря, тестировать API. Удобно, быстро, легко, не надо ничего никуда не заходить, ни в какой браузер, ничего не тестировать. запускается. Ладно. Так. Давайте пока, что полезно делать, если вы DevOps? Полезно смотреть в код, чужой, и не только свой. А для чего это полезно? Потому что, допустим, как это запустить? Окей. У нас есть Docker файл, а что дальше? Мы его сбилдили, окей, мы его можем запустить. Как понять? Ну, вот тут вот, допустим, можно понять, логично предположить, что по 3000 порту мы можем туда достучаться. Это так и есть. Вот. Оно пошло, можно запустить build. Так. Полезно еще ходить дальше и смотреть, что же тут все-таки предлагается? Ну, в сеттингах, наверное, лежат какие-то сеттинги, да? И смотрим. О, у нас здесь есть connection к Redis. Нам надо указать в виде переменных окружения, хост, где оно лежит, порт и типа имя базы данных. Вот происходит магия, оно билдится, устанавливаются какие-то библиотеки, которые ему нужны. Все, все остановилось. Теперь надо запустить. А как? Как это сделать? По умолчанию, можно понять, если ничего не указано по-другому, то можем попробовать просто так запустить. Допустим, это делается Docker Run. Давайте сначала напишем Docker Run. Дальше нам надо simple cache service. Нам наверняка нужно получить доступ туда по 3000 порту. Для Mac это выглядит вот так. 3000. Для винды можно просто обойтись. 3000, 3000. Ну, вроде бы все. вроде бы у нас больше ничего не надо. А, еще одна важная тема. Если вы хотите, если вы вот так просто запустите контейнер, то что с ним будет? Он запустится и все. Вы его потом, вы допустите, потом мы закроем вот терминал, например, он все равно будет дальше продолжать себе работать, а это как бы нехорошо, это засоряет ресурсы. Можно поставить флаг RM, который означает, что оно удалится, если вы вдруг вышли из контейнера. Можно запускать? А, simple cache service latest. У нас же есть тех. Так, что-то запустилось. Окей, попробуем. У нас есть 3000 порт. Допустим, вот мы сделаем новый реквест. Получается, нам надо, нам надо что-то покроще. 3000 порт, в нашем случае это localhost, опять же, это http, можно, конечно, настроить https, но это займет гораздо больше времени, нежели у нас есть, чтобы это по всем цепочкам протянуть. И localhost. Вот. Отправить запрос мы можем. Он пошел, нам что-то даже вылезло. допустим, о, видите, мы не можем подключиться к Redis, да, почему? Потому что мы ничего не указали, как к Redis подключиться. 1.06, а что 06? Ну ладно. А, 6.379, 6.379, да, точно. К Redis мы не подключились, потому что мы, естественно, ничего не указали. Да? У нас вот есть Redis Host, Redis Port, Redis DB, да, все это есть, все это, конечно, хорошо, но давайте-ка посмотрим в Docker файл. Он у нас запускается, да. Но уверены ли мы, что у нас, допустим, запущен Redis? Угу. Да. А вот если мы, допустим, допустим, захотим мы подключиться к этому контейнеру, да, нам нужна вот команда прекрасная, Docker PS, которая нам покажет, что же у нас запущено. Так, есть у нас тут какая-то штука, один контейнер, вот, вот, вот такое вот имя. Здесь просто очень плохо видно, может быть, сейчас получится это сделать терминалом, поярче. сейчас. Да, здесь получится. Здесь можно сделать, чтобы оно было, например, вот такое. запущено. по имени вот этого контейнера мы можем сказать отдавая-ка нам ваш. Вот мы внутри контейнера. Все достаточно просто. А контейнер-то у нас не запущен. Если мы сделаем там, как у нас запускается Redis? Redis сервер? не может. Надо погуглить, как запускается Redis. М? Кли? А, кстати, да. Кстати, да. Это у нас все в Redis-кли. Там же у нас exit, да. Redis. О, есть у нас Redis сервер, да. Скорее, так и запускается. Вот. Есть у нас Redis. Хорошо. Он запустился. Попробуем-ка сделать запрос сейчас. 404 not found. Окей. Значит, как минимум, он запустился. Это значит, что надо сделать? Надо добавить команду запуска Redis-а перед тем, как запускать вообще все остальное. Так. Есть такая великолепная штука, которая вроде как не очень хороша, но для наших нужд она пойдет. Это, которая позволяет запускать пачку команд в в одном, ну, грубо говоря, в одной строке. Потому что через и, через конкатенацию, оно не сумеет. Так. Теперь нам нужен тихий запуск сервера, потому что вот тут вот то, что мы сделали, это, конечно, все очень круто, но как мы видим, мы, ну, у нас все еще нету этого, нету возможности работать с терминалом, да. Тек. Так, одну секунду. Может кто-то помнит команду? Вернее, этот флаг, который надо запускать. Кстати, да, неплохой вариант. Да? Вот же не может так. А, так, 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 порты ему не нужны. Сейчас мы скажем. Мм. 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 Тек, так, 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 так. Redis сервер в аргументике наше надо. А, он его запускает как-то по-другому. У него здесь нет опций таких. Дай-ка мне этот quite run. Ну, ладно. Окей, тогда. Тогда, теперь, как проверить, что эта штука работает? Ну, запустили мы это здесь. Хорошо. Теперь смотрим в приложение. А, если мы передаем, там, допустим, какой-то get параметр key, то оно у нас, ну, либо его берет, либо возвращает 404. Что понятно. Если мы отправляем туда же post request, то оно записывает. Ну, давайте попробуем отправить post request. post request, там key, допустим, будет пусть hello, а теперь body, давайте напишем world. Окей, отправилось. Теперь попробуем взять этот key. 204. Вроде как работает. Да, давайте отправим на invalidate. Потому что видим, тут вот здесь есть еще invalidate, он удаляет. Окей, удалилось. Пробуем брать его опять. 404 not found. Ну, окей, вроде как оно работает. Все хорошо. Но на реальном-то сервере никто-то вот так вот запускать это не будет. Никто не будет у нас устанавливать Redis сюда. Для этого есть, допустим, у Амазона свой собственный сервис. Зачем париться, зачем что-то еще свое докручивать, потому что контейнер может упасть, иначе все данные пропадут, а сервис вроде как у нас должен работать. Так, для этого обычно подготавливают отдельный докер-файл. У нас в данном случае здесь нету установки Redis, что, в общем-то, понятно. По понятным причинам у нас есть просто установка библиотек, вот даже можно вот это убрать, оно абсолютно не нужно. И все. Давайте попробуем сбилдить теперь нам нужно сделать билд, билд всего этого. Пользуемся аналогичной командой, которая у нас только тут берет не develop докер-файл, а production. Хорошо, большую часть работы мы проделали, оно пошло запускаться. Теперь о том, где оно будет запускаться и как. Есть у нас такая вот прекрасная штука. Сейчас перекинем сюда. Вот у нас дашборд Амазона, как это все выглядит. Нам надо, что, где оно будет запускаться? Ну, давайте попробуем, давайте сделаем вот этот ECS, о котором я говорил, ECR, о котором говорил, и у Амазона для кэша есть сервис, вот если вы сюда в поиск просто запишите, кэш, ElastiCash называется. Он, в общем-то, из себя представляет Redis, либо Memcash. Мы будем использовать Redis. Возникает вопрос, как это все создать, да, можно создать это руками, можно, вот руками это создается вообще просто, у нас есть дашборда. Мы здесь просто выбираем все, что нам надо и работаем. Но это неинтересно, это как-то не очень правильно, нам надо это все дело автоматизировать, и поэтому будем мы это все делать CloudFormation. Получается скриптов много, CloudFormation уже готовых, вам практически ничего самим писать не надо, можно прекрасно нагуглить очень быстро CloudFormation допустим шаблон. Что из себя этот шаблон представляет? Он у нас запускает ECS-кластер внутри приватной сети. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы к нему извне нельзя было получить доступ, потому что допустим, вы создаете вот виртуалку, да, если она находится в публичной сети, то там если правильно, если по дефолту выбраны все правила, то значит, что любой может идти пингануть, любой может вообще попытаться туда зайти. Не факт, конечно, что он зайдет, но попытаться может. Расположение ресурсов в приватных сетях означает, что у них не будет публичных IP-шников, и означает, что в принципе к ним никто не достучится. Вот. Данная штука что делает данный скрипт. Он берет, создает приватную сеть, создает ECS, да, он же создает вот он создает ECS-кластер, он говорит, что это у нас Fargate кластер, он создает для всей этой штуки load balancer, чтобы к нему в принципе можно было подключиться, связывает их между собой, и в общем-то все. Вот таких шаблонов полно, их есть у Амазона, у них свой пак на абсолютно каждый ресурс есть, есть вот от таких ребят, которые ну просто уже собрали эти паки в какой-то отдельный. Получается вот такой вот шаблончик, будет создаваться порядка 20 минут. Это долго в нашем случае, это не всегда ну в принципе это гораздо удобнее, нежели лезть это и делать руками, но это 20 минут там, в зависимости от ресурсов это иногда и больше. Допустим, есть у Амазона база данных RDS прекрасный ресурс, который сам по себе создается порядка 20 минут, то есть он не умеет то, что если у вас например RDS должен быть расположен внутри приватной сети, то это значит будет сначала создаваться сетка, будет ждать пока оно там все создастся, выделит айпишники, это тоже немало времени затрачивает, но еще потом наложится 20 минут на RDS. Вот. Поэтому мы пойдем и все быстренько сейчас засетапим руками. Вот у нас есть наш кластер. Что оно делает? Оно по факту тоже делает этот Cloud Formation внутри, это потом можно даже будет наблюдать, но это делает гораздо проще. Он нагляднее работает, нежели Cloud Formation в данном случае. Здесь например тест кластер, оно вот по дороге создаст VPC, давайте без VPC, это долго. Кластер создан, все просто, все удобно. Теперь мы давайте попробуем создать а, надо у Амазона есть такая прикольная тема, да я про нее она вылетела из головы, это Task Definition. Это что по сути? Это определение одного конкретного запуска, там допустим мы говорим мне надо запустить на Fargate пачку таких вот образов, докер образов. Вот это делается с помощью Task Definition. Назовем к мы этот тест. У него нет никаких ролей, что-то здесь вообще ничего нельзя выбрать, это он получается а, это дефолтный это означает, что он будет иметь здесь можно выбрать, либо он будет иметь доступ к ресурсам внутри AWS, либо не будет. Так, выделим-ка мы ему полгигабайта, выделим мы ему один, а это много, выделим моему а баки а вот так но окей, 2 гигабайта это много, но он захотели, значит будем делать. Так, вот здесь мы сам контейнер, пока есть тестовый, давайте давайте Nginx 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 какой-то небольшой Nginx это базовый его образ, он там весит, ну не базовый, один из самых минимальных его образов, он весит мало, поэтому загрузится быстро. Давайте дадим ему этот 256 допустим мегабайт, ну и скажем, что нам нужно из 80-й он будет у нас экспозить 80-й корт. Все оставляем по дефолту, там в принципе ничего нам больше тут не надо, это уже все зависит от каждой конкретной задачи, можно допустим сказать, что запускать какую-то свою кастомную команду, вот мы допустим что делаем, так как у нас на проекте у нас находится этот ECS кластер внутри приватной сети, это означает, что допустим мы не имеем возможности в CI-ке прогнать миграции к базе данных, ну то есть потому что мы в принципе не можем из CI-ки туда подключиться, потому что оно изолировано, поэтому вот можно сделать так, здесь можно запускать миграции либо там кастомные какие-то скрипты и вот мы в общем-то запускаем миграции так, например. Это удобно, потому что мы четко знаем, что вот у нас во время каждого запуска контейнера будет прогоняться миграция, это удобно. Также можно указать health check, если вы знакомы с докером, то легко предположить, что эта вся штука построена на основе докера, там скорее всего там даже тот же какой-то докер композ, и над ним что-то сделано сверху, потому что health check это тоже фишка докера, тут мы можем команду прогонять вот эту для health check в общем-то. Что это означает? Что, вот например, бывает ситуация, это очень часто встречается, у вас есть два контейнера, у вас есть контейнер с базой, есть контейнер с приложением. Контейнер с приложением зависит от контейнера с базы, да, в докере сделано так, вот в том же докер композе по умолчанию, что вы можете на них завязаться, и, но завязаться каким образом? Завязаться тем, что они просто будут стартовать в разные очереди, это не значит, что они запустятся и будут работать, они просто стартанут в разной, ну, в определенной последовательности, и как раз для вот этого нужны health check, они позволяют, допустим, сказать, что вот, до тех пор, пока у меня реально не запустилась база, для этого можно прогонять скрипты, пытаться, ну, не запускать другой какой-то контейнер. Это удобно, это быстро, это легко настраиваемо, это легко поддерживать. Также здесь можно настроить конкретные, сколько нам нужно CPU использовать для этого task definition, а тут даже есть GPU, можно вот указать вот эти, что я говорил ранее, это entry point, и команда, которая будет выполняться, можно указать, в какой директории это выполняться будет, но это внутри докер-образа. Но опять же, это все можно указывать в докер-файле, и здесь это указывать не обязательно, поэтому мы это будем скипать, так как у нас это уже есть. Можно, допустим, для каждого конкретного task definition задесейблить вообще доступ в принципе куда угодно, вдруг такая есть надобность, можно сказать, что вот у нас есть read-only root file system, это когда, например, у вас там ничего не должно скачиваться, ничего вообще не должно происходить, у вас будет просто просто себе контейнер запущен. По умолчанию здесь включены логи, все это надо самому в итоге, если вы пишете cloud formation, либо там любой другой скрипт, либо если вы это через амазоновский SDK запускаете в командной строке, это все нужно писать самому, здесь это слегка упрощает вид. В чем фишка? Вот вот эта штука будет коллектить логи, которые будет контейнер писать. Это полезно, вообще полезно коллектить логи. Ну и точно так же мы можем указать, допустим, лимиты на наши ресурсы, которые у нас есть. Запускаем. Ау. Ух, тут скорее наоборот, ты пишешь конфиг, а потом бух, и оно есть. лимиты, вообще, да, оно в итоге может выдавать JSON, но она избыточная, здесь много вещей, которые в принципе не надо указывать, поэтому гораздо проще написать самому это, нежели потом вот в итоге это сделать, да, и потом переделать, потому что лишняя работа. так, создали, окей, хорошо, теперь наш кластер, вот наш тестовый кластер, у него есть так называемая штука, как сервисы, сервис это вот то, что в итоге в себе содержит task definition, и то, что в итоге там запускается. так, у нас это forgate, у нас это test, в общем-то service name, пусть будет тоже, давайте назовем его nginx, у нас там одна task, а можно, кстати, указать хоть 100, можно указать модель deployment, в нашем случае это будет дефолтный rolling update, это означает, что он когда запустится, то они потом, он потом новый имидж заменит старый, при этом присутствует downtime, в blue-green deployment, можно этого downtime избежать, но это потребует гораздо больше денег, потому что он использует другие еще амазоновские ресурсы для того, чтобы это обеспечить. Так, ему вот нужен следующее, следующее, что будет происходить, это где его запускать, конфигурация сети. Мы выбираем дефолтную сеть, если вы пишете cloud formation, имеет смысл создать свою сеть, если вы хотите это располагать в приватных сетях, имеет смысл создать свою сеть, опять же. здесь есть сабнеты, это дефолтные сабнеты, которые есть, так как мы используем дефолтную VPC, можно взять, можно их выбрать хоть все, допустим, выберем пока не столько одно, это не страшно. Это дефолтная security группа, мы можем ему засайнить публичный IP-шник, если мы это можем конечно не делать, но давайте потом еще пачку ресурсов не сетапить, мы это сделаем. Теперь естественно когда у нас есть паблик IP-шник, нам в принципе не имеет смысла сетапить load balancer, но если у нас его не было, то это имело бы смысл. Это такая дальше штука как service discovery, в нем прикол в чем? это то, что у вас допустим не всегда приложение может состоять из многих частей, это может быть допустим микросервисное приложение и сервисом нужно между собой как-то общаться, вы же не будете ходить через какую-то если у вас все находиться внутри приватной сети, вы не будете делать реквесты обратно через публичную сеть, через интернет на ваши другие сервисы, это не особо имеет смысл, это увеличивает время реквеста, и поэтому имеет смысл использовать service discovery, это по именам позволит обращаться к сервисам, к контейнерам внутри вашего кластера, внутри приватной сети, это вещь не новая, то же самое используется в докере, там тоже есть сервис discovery, и в общем-то вот, так, также можно автоскейлинг засетапить, это опять же вот это вот все, это все сетапится CloudFormation достаточно быстро, но это не всегда читабельно, там вот как вариант это может быть YAML файл, это может быть либо JSON файл, ну и он достаточно большой, можно его, конечно, разбить на несколько, но это не всегда вот так вот понятно и легко читается с первого взгляда. Нам вот нужен хотя бы, хотя бы, чтобы она хоть что-то одно запустила, пусть хотя бы одно что-то и запускается, ну и давайте максимум, допустим, пять поставим. Оно в зависимости от нагрузки пойдет, пойдет увеличивать. назовем ее тестовой и она может делать автоскейлинг по вот тут по сути по трем вещам, сейчас нам доступны две, это по CPU, которая да, не работает. как, ага, о, прикольно. Короче, вот у нас есть CPU, можно по памяти, если бы у нас был load balancer, то можно по количеству бет-реквестов и в принципе реквестов это что означает? Это как, в каком, в каком случае это полезно? У вас, допустим, есть пять копий одного приложения, да, в ECS кластере, пять тасок запущено. У вас есть один load balancer, задача которого в зависимости от нагрузки будет перенаправлять трафик. Вот здесь это делается. Ну вот, пока ставить по CPU utilization, давайте по у нас сколько, мы там один в CPU выделили, но можно по 0.25 ну и то, сколько секунд ему нужно для того, чтобы заскейлиться и расскейлиться. Так, теперь можно это все посмотреть, можно создать сервис, будто оно что-то пошло делать. Вот, делает оно это долго, все посоздавало, хорошо. Запустило оно все нам, как видите здесь, ну и теперь давайте смотреть. Здесь есть такая прикольная штука, как ивенты, это что оно делает. Здесь можно проследить, какая таска была запущена, когда она была запущена, если с ней что-то произошло не так, оно скажет, какая таска не смогла, а если все ок, то она скажет, какая таска смогла. Вот, ну у нас она стартанула, все вроде как ок, здесь вот у нас видны логи, пока у нас нет никаких логов, потому что мы не делали никаких реквестов. Вот можно сделать. Сейчас давайте, давайте, давайте. Так, definition. Не туда. Давайте. Так. Сервис. Кент и таска. вот у нее есть публичный айтишник. Допустим, сейчас мы так. Не может, интересно. И почему он у нас не может? А, потому что, а, вот он, все еще он пендинг. Пэндинг. Он все еще себе запускается. Окей. Возможно, ему нужно время. Давайте зайдем, посмотрим в CloudWatch на логи. логи. Что-то он не смог. Давайте-ка, вот. О, ничего не произошло. А, кстати, возможно, вполне, вполне вероятно. Сейчас проверим. Так. А, давайте, давайте, давайте возьмем, допустим, вот ему, вы просто создаете новую, ой, не то, новую ревизию этого таска. По сути, вы либо можете, вы ее можете задеприкетить, вы ее можете создать, там, обновить вы ее не можете. И давайте, ага, да, неправильнее имя образа указано. Эх. А. Ой, если я, то он не создаст код. Ян, не кинок. Так. давайте для папа докера. Для уверенности, чтобы, в принципе, англиче не кассы. А, вот возьмем туда, туда возьмем latest. Все. Так мы точно не ошибемся. апдейтим. Окей. Креатим. У нас ревизия вторая создалась. Обновляемся. Теперь нам надо его заапдейтить. И здесь нам надо, наверное, форснуть диплоймент, для того, чтобы он, оно его, типа, все время пытается перезапустить, перезапустить. В этом, типа, прикол всех вот этих вот тулзовин, которые занимаются оркестрацией. Если у вас что-то упало, оно будет пытаться перезапустить, пока вы ему не скажете остановиться. Вот. а давайте пока не все окей. Обойдемся безусловно с кейдингом. Будет дольше. Так, заапдейтилось. Хорошо. Сейчас чутка подождем. И оно все. А, вот видите, оно их пыталось стартануть, стартануть, и типа, и не смогло. Это из-за того, что криво написали имя. А для этого, для того, чтобы этого избежать, пишется на, короче, на всякую, то, что делают двопсы, на инфраструктуру как код, пишется тестер. Вот. Который проверяет правильность того, что вы написали. Так. Ну что? О! Вот это вот он убрал старый. Тоже? Девопсы? Да, да, да. Ну как разработчики пишут юнит-тесты, так же девопсы пишут тесты на... Тестировать нужно все и желательно максимально. Максимально этот... Да. Так. Ну там же хоть я надеюсь не ошибся с именем. А ну. Второй ревизии... А, подожди, мы ему указали вторую, следующую ревизию. Вполне вероятно, что нет. А если мы... А ну по умолчанию, да. Вот. Forcing deployment. Так, 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 так. Отдаетим. Окей. Вот теперь проще. Окей, хорошо, пока оно тут пытается вот... А, вот уже ранен. Все. Все достаточно. Быстро произошло, как видите, безболезненно. Как я бы сказал. Так. И все равно ты не можешь подключиться по 80-му. я вполне... Указал же правильный. Ну да, паблика, IP-шник. А, окей, он-то ранен, а контейнер пендинг. Вот теперь ранен. Теперь, и у нас же 80-й порт везде, если мы ничего не забыли. Ага, ура, оно заработало. Все. Вот так вот примерно это все и выглядит на самом деле. Вот. Ну а теперь самое главное, да, нам-то надо запустить приложение, да, приложение запускает будет быстрее. Это минут пять от силы. То я просто много рассказывал, сейчас будем делать. Так. Нам нужно создать репозиторий. Без репозитория никуда, потому что он не будет знать, откуда вытянуть код. Давайте назовем его simple simple cash service. Да, должно быть окей. Окей. Simple cash service, ну, мы же все правильно написали. Давай, делайся с admit. С admit? Нет. Окей, давайте cash service. Да нет. А ну, руби кэш. А ну, смотрим, вдруг что-то там пошло не так. Ну. Окей, not found. Хорошо. Это значит, уже не на нашей стороне проблема. Не проплачет репозиторий. Да, там, или вывала. Да. Давайте, давайте, давайте попробуем, оно, если мы закрепим репозиторий, так, оно, сейчас. Нет, он все равно не хочет. Эх, мы пытались. так. Сейчас мы попробуем зайти из-под хромов. Возможно, это фишка Safari. В том, что он так не умеет. Так. Сейчас сделаем. Так. вот, вот вам Дима показал, что у вас все работает, что все так четенько, быстренько происходит, а нет. Очень, очень резко все происходит с первого, очень, очень редко все происходит с первого раза. так. я все прошу, да. Я первый раз в комплексе, все. это не будет. А, вы говорите, что он жули, да? Не, не там же жули это дело, а там же что делает. А я дома спокойно, с чеком это все делает. Ага, слышу, ты не слышал. Что? Оу. Да. Так. И что ж ты так не можешь? нажимаем. Так. Давайте. Ну, да. Ну, мне надо, мне надо, типа, перезалогиниться просто. А, да. Там правил какой-то есть, попробуете все похвастать? Да, да, конечно. Это все в триале доступно. Вот этот вот аккаунт, он, короче, под триалом. О, кстати, 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 кстати. Да. но в жюри треал меньше. Да, да, да. Да, да, да. да, да. Так, вот у нас Денька. 200 долларов на месяц в течение всего года. Там аккаунт стоит бесплатно, можешь иметь бесплатный аккаунт, это, то есть, это фигуо. Угу. Вернее. А, 200 долларов на этот первый месяц. Угу. Я понял. Это прикольно. Это прикольно, потому что в Амазоне у вас сдается, там тут есть часть сервисов, которые, которые вот в течение всего вашего времени использования, у них есть какой-то бесплатный кусочек, есть те, которыми бесплатно можно пользоваться там в течение месяца, а потом надо платить, а есть те, которых бесплатных в принципе нет. Вот. Так, ну, надеюсь в хроме заработает. Да, ура, это проблема сафари. Если вы пользуетесь, вырухать разработчик, например, у нас первые люди, да, по-су-стою, но в итоге все же решено звонить, то мы покупаем, да, сто пять тысяч долларов. Я пользуюсь, криптоартизем. Некая компания, конечно, на последнем месте у меня пользуюсь только ключей. Точно, я не пользуюсь, не я пользуюсь, не потому что Вот такое вот случается. В Амазоне так не выйдет. Так что реклама ажура. Так, создали, все есть. Теперь прикол в том, что нам нужно вот то, что мы сбилдили. Вот у нас, если вы помните, запускали мы production типа build, ну в кавычках production build, да? Вот то, что вот мы теперь тут запустили, это мы назвали, так, ну давайте, давайте перебилдим, давайте перебилдим и назовем мы это docker, так, docker build. Вот скопировали вот то, что мы вставляем, потому что это в итоге то, куда у нас будет пушиться наш код. Так, ну и давайте. Нет, не то окно. Ну все, он пошел билдиться. Теперь надо залогиниться нам в ECR локально в данном кейсе. Если вы это делаете на каком-то сервере, то естественно на сервере. И там командочка использует avs.sdk. Получается, она выглядит достаточно так интересно. Это, где у нас это? Короче, вот эта штука нам больше не надо, мы выяснили, что у нас все работает локально. Вот эта команда. Нам достаточно. Вот avs. Если у вас установлен этот sdk, у меня он локально установлен, можно выполнить вот эту вот команду. У нас репозиторий находится, это очень важно, он у нас находится вот в usist-регионе. Вот здесь. Здесь мы это указываем. То есть в любом клауде у него есть много, ну у него есть много регионов, откуда вы можете получать доступы к различным ресурсам. В некоторых, в некоторых из них не всегда хватает всех ресурсов. Некоторые из них, допустим, доступны только госструктурам. Но это в целом фишка абсолютно всех клаудов, а не только Амазона. Вот есть у нас. Сейчас она нам выдаст дикую команду для логина. В общем-то, проверяем. Вот у нас есть, вот это, вот это идишник нашего аккаунта. Да, это все оно. Мы вот эту большую длинную команду копируем. Экзекьютим. Оно все залогинилось. Отлично. Теперь вот то, что мы вот здесь сбилдили, вот это. Мы делаем Docker push он улетел себе, начал улетать в AWS. Meanwhile, мы идем и создаем наш кэшик. Amazon время от времени меняет дизайны для своих ресурсов. Поэтому, если вдруг, когда вы полезете что-то делать и у вас будет немного а не то, что у нас здесь, то это потому, что Amazon поменял дизайн. Так. Ставим Redis, стандартный порт. То есть, все вот типы нод можно выбрать. Здесь их, короче, их куча. Оставим все по дефолту, пока есть. Так. Так, так, так. Так. Нам надо теперь создать эту получается так называемую субнет-группу. Redis, ну вообще Elastic Cache и RDS, они запускаются внутри какой-то группы под сетей. Вот здесь мы ее и создаем. Simple Cache Service Group, например. так, она у нас внутри этой VPC-шки. Можно здесь нельзя выбрать все, но так выберем все на всякий пожарный. Так. Ну и в принципе все остальное это OK. Чтобы оно быстрее создалось, давайте без бэкапов. Делайте бэкапы каждый день. вот он пошел создаваться. Вот он провиженец. У нас в итоге выдастся урла, по которой можно будет достучаться. У нас тем временем залетел куда надо имейдж. Теперь в ECS что мы делаем? Ну и в нашем кластере пусть здесь Nginx для уверенности пусть он там ранится. Так, забыли сделать task definition. На Fargate simple cache service так выставляем дефолтную роль у нас дефолт все короче дефолтное дефолтное 2 гигабайта 1 в CPU теперь в имейджах копируем путь к нашему имейджу указываем тех latest указываем вот тут какой-то дефолтный софт лимит это чтобы он потом дальше увеличивался и нам надо 3000 порт отдавать наружу пойдем без всяких дополнительных штук пусть он у нас еще попишет логи и теперь нам нужно указать эти переменные окружения потому что как он еще у нас редис пост как он у нас еще подключится к нашему редису редис порт и редис дб они все у нас находятся вот здесь вот они редис хост редис порт редис дб так смотрим почему ты так долго создаешься вот было спрашивал клиент сколько будет создаваться пачка ресурсов я ему говорю час почему так долго ты запустил и мы сидели смотрели на это целый час пока оно все создавалось и говорю вот почему могли бы могли бы ускорить окей но это не от нас зависит ждем 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 пока нет тут в чем прикол просто для вот почему такие вот ресурсы которые как это можно назвать software сервис почему они в данном контексте создаются дольше потому что они используют не общие вот то что вы можете скачать допустим код и собрать у себя они используют что-то свое свою какую-то специфическую сборку которая оптимизирована под их машины под их ресурсы и поэтому она долго билдится вот в общем-то плюс что она делает под капотом оно берет во-первых находит ресурсы в амазоне они зачастую даже не в одном дата-центре находятся после этого оно устанавливает туда ось оно устанавливает софт потом ему после этого надо сверху натянуть настройки сети и только после этого отдать и сказать что все ок либо у нас все плохо поэтому это занимает много времени короче кто думает когда мы закончим уже наконец-то когда сейчас оно создастся мы это быстренько запустим и все так 3,6,7,9 и давайте база у нас будет нулевая так ну аж ты поднимаешься редис пока миссия создается может быть у вас есть вопросы да да нет 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 ЕЦ2 это наверное самый-самый базовый ресурс в Амазоне большая часть ресурсов которых вы вот здесь видите оно все запускается на ЕЦ2 вот просто мы этого не замечаем потому что это software ресурсов вот вот в итоге мы я лично планировал вот это все сделать за полчаса как видите все все случается всегда неожиданно была была когда-то одна интересная ситуация во время демо клиенту он показал он попросил показать как будет происходить процесс развертывания инфраструктуры мы застапили отдельные там начали стапить отдельную инфраструктуру шаря при этом экран там было все на докере запустили билд а билд не произошел мы же таки пытаемся понять что происходит в итоге оказалось то что Debian у себя в тот день конкретно в этот час когда мы проводили демку задеприкатил Джесси версию и откинул ее в архив естественно не обновил сорс-листы у себя и не успел еще обновить сорс-листы с которого будут тянуться вообще все обновления и потом софт и оно возвращало 404 не смогло сбилдиться в общем-то такое тоже вот иногда бывает и он смог он смог Redis смог теперь копируем вот наш primary endpoint фишка CloudFormation в том что допустим мы можем разбить эти все ресурсы на много составляющих и грубо говоря сделать там перемены которые будут выводиться в итоге и переиспользовать их в других ресурсах и по сути вот такого перекопирования как мы сейчас видим не будет оно просто автоматом будет передаваться туда куда ему надо вот так так ну вроде да а порт 6 6379 а тут 379 да точно спасибо так вроде больше ничего нам не надо мы установили все что мы смогли установить мы теперь создаем это смотрим сервис так давай simple cache service cache на фаргейте одна нам таска будет достаточно rolling update yes service discovery внутри одной подсети поехало создаваться вот оно все создалось сейчас будем смотреть пока оно оживет так вот наш контейнер ему нужно время чтобы естественно скачаться а потом он там произведет какие-то минимальные холстчеки о том что это в принципе штука доступна извне вот у него наконец-то появился паблик айпишник который мы можем скопировать что так файл перепроверим порты тоже мы правильно указали нам нужен 3000 порт контейнер порт хост порт да все верно он все правильно замапил редис хост редис дб редис порт да так ну в общем-то 3000 3000 порт больше мы ничего не особо тут не можем так чтобы прям подхачить вот он все еще у нас пендинг пендинг так долго так мы по идее можем посмотреть логи налогов нету нет это обычно происходит чутка поменьше в течение минут 50 и вот так не он пытается делать хорошо он он может стянуть образ с ЕЦР это как бы не новая вещь для него так мы хоть не ошиблись в вот здесь нет здесь все вроде как просто это все зависит от получается да во-первых а во-вторых ну то где мы находимся это особо значение не имеет потому что ресурсы то там создаются но возможно если вы там в каком-то супер партнерстве с ними то вам выдадут какой-то конкретный кусочек дата-центра где там все у вас будет происходить и там это будет слегка быстрее да а так а так есть вот такие вот ограничения о люди по всему нажил видите потребовалось несколько минут на самом деле для того чтобы вообще она запустилась да ну а теперь пробуем как понять что она заработала или не заработала так мы же все правильно указали вообще что-то эпишник то эпишник то правильный так а тут вообще больше нам ничего не получится конфиг нет http определенно вроде да вроде оно байди у нас нет если мы делаем просто так запрос сюда он естественно зайти не может потому что не ну знаешь приложить по 3000 порту приложение у нас доступно вполне вероятно кредису он так мы у нас находимся в этом субнете но это как бы не важно network mode svpc да так он завис на подключение к редису это можно по идее посмотреть даже здесь видим вот здесь логи он типа говорит уха я слушаю 3000 порт это то что нам надо подключение к редису у нас зависло ок почему у нас может зависнуть подключение к редису давайте разбираться так так у нас здесь вот primary endpoint он у нас находится в с из что-то там группа у нас дефолтная которая разрешает подключаться откуда угодно в принципе ну что-то тут даже есть оно тут даже что-то какое-то было движение но наверное не с нашей стороны да эх давайте смотреть что мы тут можем замодифай мы можем можем этот параметр мы тут в принципе ничего больше сделать и не можем берите группа если мы разрешим так давай так что даже не выкинул да скорее всего скорее всего это по крайней мере но оно внутри одной сети мы ему разрешили не он мы в конфиге указали мы в конфиге указали он автоматом не он сразу если ее там нет он создаст так скорее всего что-то простое мы как обычно это пропускаем но сегодня не могли запустить одно приложение достаточно в течение двух часов из-за того что там в entry point в docker файлике был пропущен флешек написали написали например это он пытается подключиться у него тут почему-то зона 1c давайте попробуем его закинуть в зону анонс что он у нас в фаргейте без зон находится ему то в принципе все равно как там запускаться что не очень хорошо фаргейт network mode давайте-ка мы поставим bridge а фаргейт support only AWS vpc хорошо их надо было создавать это все в на ец 2 машинах тогда бы мы их запихнули физически в одну сетку и типа и там бы в принципе ничего больше бы не надо было делать так теперь для вот так ох ёлки-палки я даже не заметил я извиняюсь все проголодались все меня ненавидят так давайте-ка внезапно ира что на это отвечать давайте посмотрим смотрим смотрите всякие штуки а здесь здесь вот есть security группы это наша это вот эта дефолтная security группа она разрешает любые inbound connection и любые outbound connection давайте-ка мы сделаем так еще откроем максимальный доступ так это восьмидесятый а вот тут вот она тоже разрешает почему-то только восьмидесятый порт окей разрешим мы ему давайте шесть три семь девять так эти изменения плавятся мгновенно но нам это не помогло ира я уже вижу как ты меня ненавидишь ой-то я тоже я тоже хочу так ну у нас есть это всюду везде доступ давайте смотреть у нас есть обнеты их по дефолту 6 им отовсюду отовсюду везде в принципе мы ничего сделать не можем у него все это все дефолтное все стандартное так 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 если если у нас эластик кэш так не ну если мы сделаем сделаем немножко по-другому если мы разрешим спад делаем это локально пробуем локально эту штуку запустить есть проверить есть ли у нас вообще хоть какая-то связь у меня локально радис клиентно поэтому так пост радис порт 6379 радис б б 0 и минус b а окей сейчас так Так, есть. Если мы... Localhost. Попробуем с локалки туда подключиться. Он смог, но ему потребовалось гораздо больше времени, нежели... И он-то и таки у нас беда с ресурсами. Ух, это неожиданно. Так, а что что мы можем сделать из такого, чтобы прям вообще разрешить всё? Наверное, ставим вообще всё дефолтное. Так. Это выдаст. В общем-то, вот так вот это в жизнь DevOps и выглядит, по факту. Ну, это реально так и происходит. Это в течение дня, вот, ну, просто если сейчас это какой-то там тестовый ресурс, какие-то тестовые запуски, то по факту, ну, это реально работа с реальными ресурсами. И поэтому... Поэтому и существует так много окружений. Есть там, допустим, у нас на проекте есть тестовое окружение для меня, там, где я вот это сначала всё делаю. Есть девелоперское окружение, есть окружение для тестировщиков, есть окружение для заказчика и есть проды. И вот пока, допустим, фича пройдёт, у нас там, хоть у нас всё автоматизировано, но всё равно, допустим, для того, чтобы реально просто запустилось приложение, вот новая версия задеплоилась, нужно порядка 20 минут, потому что пока она всё сбилдит, пока она прогонит абсолютно все тесты, пока она задеплоит это вот сюда, пока она проверит, что у него отовсюду везде есть доступ, это занимает время. Так... Теперь... Не, нет, это... Короче, не, он падает на таймалке. Эх, почему же ты падаешь на таймалке, что же с тобой... Случилось-то не так. Давайте... Да, да, сейчас он... Сейчас он открыт, паблик. М? Сейчас. Смотрелся... ... Есть... Там 6... 3... 7... 9... Что-то там, ему что-то мешает. Что-то перед этим. Ну, секьюрити-группы, здесь есть такая тема. Мы им сказали, смотрите, вернее, разрешайте трафик со всех сторон. Любой. Вот тут эта дефолтная секьюрити-группа. Так, у нее, ну да, отовсюду. И отовсюду доступ. Вполне вероятно, что может быть, что-то так с секьюрити-группой. Так, параметры. Так, на секьюрити-группу, да, вот это вот она. Она одна такая. Так, если мы, если мы в кабнет-группы. Ну, вот да, он где-то здесь находится. Ну да, у нас нет никаких модификаций. Тут ты, в общем-то, ничего не придумаешь. PC-шка, да, это она одна дефолтная. У нас других нету. Может быть, он не разрешает у нас подключаться с стройками. Так. Я не вижу, чтобы здесь что-то его блочило. Короче, загадка. Гнуть его? Ну, у нас, у нас как бы не талнетился даже, поэтому... Попадал на тайм-ауте. Поэтому такие вот дела. Если мы... Что мы можем сделать из того, чтобы вообще до него достучаться? Окей. Нет, на самом деле так, потому что... Ну да, да, я согласен. Я полностью согласен. Уже 9 вечера, да. 9 вечера мы... Угу. Угу. Запишем вам этот... Вот именно, да. Тема доклада. Да. Запишем вам тогда CloudFormation, чтобы оно показать, как ресурсы тогда создаются не вот так вот руками, а как программным кодом. Код на... Будет доступен на GitHub. Можно брать... Ну, получается, CloudFormation, темплейты, их много. Их, в принципе, ну, они... Ресурсы все уже давным-давно создавали во всех конфигурациях. Просто пошарим вот эту. И если хотите, берите, пользуйтесь. Потому что... Вот сегодня тоже, опять же, буквально пример. У меня был несколько часов назад созвон. И там мы, опять же, пытались фиксить проблему того, что одна штука не запускается уже в Google Cloud. И, по сути, вот написание того скрипта, который у меня заняло 15 минут, у человека, который до... Ну, который до этого этим занимался, это заняло 4 часа. Потому что у него не было просто уже готовых темплейтов. Я просто из готовых темплейтов собрал уже пачку, запустил, ну, и там дальше уже сидели траблшутили. А так... Фишка в том, что автоматизируйте создание инфраструктуры, не делайте ничего руками. Не все всегда будет происходить так, как вы хотите. Вот вам живой пример, да, как уже говорилось. Ну, и, в общем-то, вот так вот это все и происходит. В общем-то, вот так вот это все и происходит.